Доброе утро! Доброе утро! Чаёк? 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 Сами всё сами. Новое место. Новое место. Всем привет. Собственно говоря, какой-то чай. Ну, что-то есть. Да, хороший чай. Да, странно, как-то похакивать. Мочуешь, что ли? Да. Ну, и нормально. То есть сегодня у нас уринотерапия. Сегодня день уринотерапия. Ничего страшного. Ну, пожелтеет. Со временем все пожелтеют. Собственно говоря, тема-то, она такая специфическая тоже. Да хватит, ты можешь. Хорошо, не буду учиться. Хороший чай. Чай вкусен в область. Да, чай вкусен в область. Завтра будет в область за вкусом чая. Жизнь улучшается. Тема? А тема, я с первым маленечко поговорю. Совсем недавно закончился мой любимый Московский международный кинофестиваль. Горе. Да, у меня горе. И у меня горе. Я теперь буду, собственно говоря, жить год в ожидании следующего июня. Для меня так всегда, я об этом писал в фейсбуке у себя, о том, что живу я, собственно говоря, 10 дней в году в июне, все остальное время сплю. Это стихи. Живу я 10 дней в году, а дальше нельзя читать эти стихи. Это рифма страшная. И очень много посмотрел хороших фильмов на этом кинофестивале. И, собственно говоря, разглядывая эти фильмы, читая всевозможные книги, слушая всевозможные рассказки и так далее, в том числе и наши подкасты. Рассказки хорошие слова. Да, 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 рассказки именно. У меня, собственно, пришла такая мысль в голову. Почему у нас народ так любит посмотреть замочные сквашины? Ведь что такое кино? Что такое книги? Что такое всевозможные спектакли, театры и так далее? Живопись. Живопись, все. Поэзия. Да, да, все. Это попытка посмотреть чужую жизнь. Что-то там увидеть, как другие живут, собственно говоря, как они говорят, что... Вот желание подглядывать, да? То есть это говорит, экс-бессионалист в обратную сторону, да? Вот, то есть не только в обратную сторону, потому что некоторые хотят раздеваться, да, то есть писатели, раздевать кого-то или раздевать себя перед всеми, писатели, режиссеры, там, композиторы, там, художники, вот. А кто-то, наоборот, хочет на все это дело смотреть. Да. Вот, собственно, вот такая тема, замочная скважина. Прекрасная тема. Очень грустная. Грустная? Да. Почему же? А потому что ответ давно дан, он известен. Я, кстати говоря, вот ты мне сказал недавно, что в интернете проходят исследования всякие, да? Это не в интернете, это были исследования то ли британских, то ли американских, сейчас не помученных, но где-то англичан. Да, есть всякие выводы делаются. Выводы были, но мы потом к ним перейдем, там, по-моему, мобильных телефонов, это, значит, что у нас тема подойдет. Они давно сделаны, на самом деле, я не понимаю, какие тут могут быть еще исследования, и мобильные телефоны, и мобильные. Нет, нет, там по мобильным телефонам была другая история. Там другая была история. Там просто они исследовали, почему людей раздражает другие люди, которые рядом говорят мобильные телефоны. Все равно. И выводы пришли к такому, что люди просто именно из-за своего желания подслушивать, их раздражает и сам факт разговора, а то, что они не слышат ответных репут. Да, да. Но на самом-то деле это давно известная вещь. Там два фактора работают. Первый фактор очень чеканно можно сформулировать. Нарастание интереса к чужой жизни прямо пропорционально падению интереса к жизни собственной. Ну, это получается у всего общества. Безусловно. Это абсолютно общечеловеческая черта. Я даже могу сказать, человек, который живет полноценной жизнью, поглощен каким-то делом, уважает сам себя, является профессионалом и не испытывает угрызений совести, он вообще не подсматривает замочную скважину ни в какую, никого не подслушивает, никуда не лезет. То есть не смотрит кино, не ходит театр. Нет, минуточку, стоп, 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 давайте давайте говорим опять-таки о термине. Что такое подсматривать скважину? Интерес к чужой жизни. Да, вот тут есть две вещи. То есть это не подсматривание. Это рассматривание, а не подсматривание. Нет, смотри, созерцание чужой жизни, созерцание и попытка понять себя, глядя во что-то вне себя, это искусство. Это не подглядывание в замочную скважину. А я вот провел параллельно. Напрасно. А, ну что же мне? Подслушивание чужих разговоров, чтение чужих писем, попытка вскрыть чужую почту, прикладывание уха к стене, к замочной скважине. Попытка краем глаза в метро залезть в чужую газету, в чужую книгу. Вообще любая попытка каким-то образом проникнуть в чужое пространство, чем больно огромное количество людей, связана всегда... Причем в это пространство тебя не приглашают. Это... Ты немножко забегаешь вперед. Ты немножко забегаешь вперед. Так вот, попытка проникнуть в чужое пространство связана с падением интереса к собственному пространству. Это точно совершенно. Ну, ты знаешь... Любой подсматривающий, подглядывающий, подслушивающий... Ты знаешь, я не хочу тебя расстраивать... Не расстрой. Но скажу, что на примере собственной личности, судьбы и прочего... Возможно, потому что я неравнодушен к языку, это моя профессия, судьба, диагноз и болезнь, то я считаю, что я самому себе уделяю достаточно много времени. Тем не менее, меня крайне интересуют разговоры на улице. Я так подтормаживаю, когда слышу, как люди говорят, мне интересно, как они говорят, о чем они говорят. Ты меня совершенно не понял. Погоди, погоди. И тогда ты добавил свою реплику. Я тоже подслушиваю и являюсь теперь журналистом. Что такое подслушивание? Давайте сочним. Ну хорошо, давай сузим это. Я не имел в виду сферу профессиональных интересов. Филолог, лингвист, который подслушивает чужие разговоры, и сразу вывает акценты. Ну все, я не имею в виду профессиональный интерес, я имею в виду бытовое явление. Хорошо, понятно. Бытовое явление. Так вот, бытовое явление, связанное с подсматриванием, подслушиванием, подглядыванием, проникновением в чужое пространство, как бы оно ни выглядело, все это связано с тем, что человек теряет интерес к собственной жизни. Ему мало того, что происходит с ним, ему надо видеть, слышать, читать, подсмотреть, что происходит с другим. Это первое. Второе. Никто не будет подглядывать, подсматривать или подслушивать, зная, что объект его интереса осведомлен о том, что его подслушивают, подглядывают и подсматривают. Немедленно теряется. А это очень важно. Почему? Почему важно, подглядывая, подсматривая, подслушивая, влезая в чужую жизнь, почему важно оставаться в тени, почему важно быть незаметным? Потому что акт влезания в чужое пространство связан с ощущением тайной власти над людьми. Это страшно важно. Это очень важно. Как только теряется элемент того, что ты обладаешь тайной властью над объектом твоего интереса, немедленно теряется интерес к объекту интереса. И из этого того. Пожалуйста. Вот две базовых потребности. То есть первая потребность компенсировать нехватку самоуважения, саможизни в кавычках, компенсировать нехватку саможизни подсосом чужой жизни со стороны и сделать это незаметно, сохраняя внутри ощущение тайной власти над объектом своего интереса. Но это ты сказал именно о бытовой части, она мне, скажем так, лично менее интересна. Мне более интересна именно та часть, которая выродилась у нас в целое направление, даже научное направление. Есть, может, культурология, театрология и всевозможная логия. Здесь ты не прав, Андрюшенька, на мой взгляд. Ты совершенно смешиваешь в одну кучу два абсолютно разных... Вот я хочу ее смешать. Объясняю. Человек отличается от животного наличием рефлексии, то есть жаждой наблюдения за собой и необходимостью это делать. Вот что человек получает, подглядывая чужую жизнь? Чужой опыт или еще что-то? Ведь, как известно, опыт ничего не учит. Нет, здесь совсем другое. Мы не подглядываем. Когда мы не шпионим ни за кем, а вот совершенно легально публично шпионим, в театре, в кино, в картинной галерее смотрим, мы на самом деле смотрим на самих себя сторонним взглядом. Насколько нам это помогает? Нам это необходимо. Вот смотри, вот простой пример. Я на кинофестивале посмотрел дважды один фильм, который мне очень понравился. «Дорогая Алиса», да? «Дорогая Алиса», да? И там просто огромное скопление всевозможных трагических ситуаций, которые мы встречаем каждый день буквально. Там они просто маленькие, такой, скажем так, промежуток времени все вместе сжаты. И вот я просто наблюдался на последнем просмотре, этот фильм, призывающий нас как раз к обратным вещам. Люди, приходя на этот фильм, только всякое шпеняли с места, ругались там все время. Они вроде приходили научиться, вроде почему-то… Нет, нет, нет. Ты сейчас затрагиваешь базовый вопрос, на чем стоит искусство. Искусство стоит на персонификации себя в качестве объекта наблюдения. Искусство стоит на том, что мы подставляем самих себя на место тех героев, которые действуют в условных обстоятельствах, называемых искусством. Когда мы смотрим фильм о Джеймсе Бонде, когда мы смотрим на картину «Иван Грозный убивает своего сына», когда мы читаем театральный роман Булгакова, когда мы слушаем «Седьмую симфонию Шестаковича», мы выходим из самих себя и ставим себя туда, за рамки. Мы себя втискиваем в рамку картины. Нам интересно, мы ставим себя в роль Ивана Грозного, что чувствовал бы я, убивая сына, и ставим себя на место сына, что чувствовал бы я, когда меня убивает отец. Мы ставим себя на место Джеймса Бонда и на место героев, которых он убивает. Мы постоянно сканируем пространство предмета искусства и отождествляем ситуацию, происходящую там, с той ситуацией, в которой могли бы оказаться. Тогда отсюда можно разделить два вытекающих вопроса. Первый, собственно говоря, вопрос. Человек устраивает такую машину времени, то есть он хочет добиться чего? Новых ощущений? То есть он хочет каким-то образом изменить море жизни или убежать от каких-то проблем? Смотри, значит, смотри, человек отличается от животного наличием рефлексии. Цель рефлексии, зачем мы это делаем? Мы должны доказать самим себе реальность своего существования. Каждый момент нашего времени, в течение которого мы не смогли доказать самим себе реальность нашего существования, является потерянным моментом нашей жизни. Каждая секунда, что бы мы ни делали, вот даже, простите, находясь в туалете и совершая фидеологические отправления, мы должны самим себе доказать реальность существования. Все, что мы делаем в жизни, вообще все, любовь, работа, преступления, говорение, видеологи, все, чем мы занимаемся в этой жизни, связано только с одним, постоянное, перманентное доказательство самим себе, реальности своего бытия. Искусство все служит только, исключительно этой цели. Причем, если я творец, если я создал произведение искусства, то я напрямую доказываю себе, я существую, потому что это я высек на стене бегущего слоника и себя с копьем. А если я потребитель предмета искусства, то я подставляю себя на место слоника, на место копья и на место охотника. И персонифицируя себя в той предлагаемой ситуации, я доказываю самому себе реально суть. То есть, таким образом, опять же, вторая часть моего, получается, вопроса, те люди, скажем так, которые пришли на фильм, которые учатся какому-то хорошему, добрую, вечному, они могут являться подонками, но в момент просмотра фильма они ими перестают быть, да? А потом возвращаются снова в свою школу. Совершенно верно. Потом снова в свою школу. Безусловно. Домой, как говорится. Именно так. Именно так. Именно поэтому, придя на просмотр какого-то абсолютно доброго, светлого фильма, они могут толкаться, ругаться, шпенять друг друга, пакостить и даже сорить прямо в зале. Да, именно так. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, вот катарсис, собственно говоря, которого требует это искусство, он в этом и заключается, да? В зал пришел последний подонок, мерзалец, убежденный палач. А ему показывают фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». И глядя на перипетии, происходящие на экране с героем и подставляя себя на его место, подонок рыдает. И вот цель искусства заключается в этом моменте. Ну, кстати, на счет... Извлечь человеческое из подонка... Не стучишь, стукачом будешь. Да, почему будешь? А, ты уже, ну ладно. Ну, Господи. Извлечь человеческое из подонка на эти 90 минут с израцания этой карты. Ну, как известно, почти все самые... Если вообще у искусства есть цель, то она заключается в этом. Ну, я говорю, как известно, почти все самые жестокие тираны, они очень сентиментальны. Что Гитлер... Безусловно, безусловно. Конечно, безусловно. Они очень любили собак. То есть, вот, живые существа, предметы искусства, да? Все это связано с тем, что подонок выходит, в кавычках, из себя, да? Умиляется, глядя на то, как он гладит любимую овчарку и говорит самому себе, ну, я же... Вот меня обвиняют в том, что я сжег 6 миллионов евреев. Ну, это же абсурд. Я же... Какой вот я хороший человек. Вот моя Джульетта, говорит он, гладя по голове свою овчарку, она же меня обожает. Разве стало бы Джульетта лизать руки подонку, который сжег 6 миллионов евреев? И он таким образом заводит себе персональную замочную скважину, в которую он подмелязывал. Нет, 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 нет. Вот, минуточку. Андрюш, ты все время вот у тебя, смотри. У меня все время смотри. Давай еще. Еще. Есть акт публичного шизерцания. Хипец сказал, давай еще. Да. Будет ему еще. Ты давай, рассказывай, рассказывай. Я пока писи. Это ужасно пах. Вот я тебе написал, девчашка. Подожди. Как называется этот чашка? Это обычный зеленый. Ну, это Сенча по вкусу. Слушай, я прошу всегда такое, что мне потом не нравится. Нет, это обычный Сенча. Обычный Сенча. Да. Кто обычный? Сенча. Сенча. Так вот, есть акт публичного шизерцания. Он не связан ни с каким осознанием тайной власти над юридизмом. Это публичный, осознанный, спокойный акт. Все знают, для чего существует картинная галерея. Все приходят, смотрят на картину Бурлаки на Новой Волге и подставляют себя по очереди на место каждого из этих героев, потом на место лямки, потом на место боржи, потом на место репина и так далее. Репки, жучки и так далее. Это не подглядывание никакое. Тут нет элемента осознания тайной власти над объектом интереса. Совсем другое дело. Это вот бытовая вот такая, ну именно вот бытовая пошлая штука. Я сижу в метро и краем глаза сидит девушка, да? Она что-то читает. Во-первых, мне нравится девушка. Первое. Она что-то читает. И я краем глаза сканирую, что она читает. То есть ты принял взгляд справа на сиськи, потом на книгу? Может быть сначала на книгу, потом на сиськи. А может быть... Вряд ли. Почему? Это зависит от объема моего бокового зрения. Потом сиськи могут быть такого размера, что они заслоняют книгу. Да? А это тебя раздражает или наоборот? Ну это зависит от того, с каким чувством я утром проснулся. Если я утром совершил половой акт, меня это может не раздражать. А если не совершил, может раздражать. Ну мы не будем углубляться в совершение. Нам не интересно совершать... Я в следующем теме, я в следующем видеоблоге... В каком смысле углубляться? Нет, я тоже, да. Я в следующем видеоблоге могу быть таким, так сказать, Вергилием. Давайте я буду вашим Вергилием в следующем видеоблоге по данному аду полового акта. В следующем записи Хипец расскажет по поводу своих утренних слов. В следующей записи Хипец будет записи. Да. Или описи. Вернемся. 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 К сиськам. Вернемся к сиськам. Так вот я сканирую краем глаза, да? Девушка не знает. Да. Она не догадывается. Вернее так, я думаю, что она не догадывается. Да, ты подозреваешь. Я подозреваю, да? Она подозревает, что ты подозреваешь. И вот это... Вот, например, вот моя жена, она мне все время говорит, зачем ты в метро читаешь чужие газеты. Это нехорошо, некрасиво. И она совершенно права. Потому что еще раз хочу сказать, что сам момент жадного, тайного проникновения в чужое личностное пространство говорит о том, что мне не хватает своего пространства. Тебе просто интересно посмотреть, что он чужели считает. Я в данную секунду бездельничаю. Ничего не делаю. Если я ничего не делаю, я не могу доказать себе реальность своего существования. Мне нужно как-то доказать самому себе реальность своего бытия. Можно вмешаться в монолог? Да, да, да. Давай, побей уже его. Монолог. Да, побей уже его. Таким образом он сейчас будет, да? Ты отрицаешь любопытство как таковое. А это маска. Это маска. Никакого любопытства на свете нет. А любознательности? Это все полная ерунда на самом деле. Я объясню почему. Пришел хититься, все обгорел. Человек маломальски умный понимает, что любознательность и любопытство к познанию не приводят. Абсолютно нет. Значит, все, что не приводит к познанию. Все совершенно бесцельно. Абсолютно. И являет собой социальную маску. Я любознательный, я любопытный, я жадный до впечатлений, я общительный, я активный, так сказать, член общества. Я люблю вступать в контакты с людьми. Все это полная ерунда. А что в итоге-то вот это АМИ? Что? Что в итоге вот это я? Я. Я. Это элемент общества, который каждую единицу времени обязан жить в режиме рефлексии. Он обязан наблюдать за собою, оценивать себя, давать себе определенное количество баллов в вечном соревновании с самим собою за добычу и поднятие на гора доказательств реальности своего бытия. Каждую секунду моей жизни я нахожусь в состоянии войны с самим собой, выдирая из окружающего мира с кровью доказательства реальности своего существования. И все, что я называю любопытством, любознательностью, общительностью, социальной активностью, жаждой знаний, тырдын-дын-дырдын-дырдын-дырдын-дырдын-дырдын, все это социальные маски и самооправдание. Идет беспощадная война не на жизнь, а на смерть каждого из нас самим собой. Цель войны доказать самому себе реальность своего бытия. В этой войне мы не жалеем никого, ни самих себя, ни окружающих, ни свою совесть, ни свою честь. И любой подонок, у которого нет никаких средств для достижения победы в этой войне, он будет колоться, он будет совершать насилие, он будет пить одеколон, он будет делать все, что угодно, только чтобы путем ожога души, тела, разума, доказать самому себе, что он жив, что он есть. Аз есмь. Эго сум. Ой, он ругает. Нет, ну... Понятно. Я понял. Вот и все. И когда ничего не остается, вот в эту секунду времени, ничего не остается для доказательства самому себе реальности своего бытия, я буду подглядывать, я встроенную камеру себе в сандаль, да, девушка сидит за столом, я буду подглядывать, что у нее под юбкой. А раньше зеркальцы так делались. Да! Причем, самое интересное, я знаю, что у нее под юбкой. А если ничего? Послушай, я совершенно уверен, что у нее там ни сейф, ни книга, ни кошелек, ни телефон. У нее там трусы, под которыми половые органы. Или нет трусов. Зачем я это делаю, если я знаю, что там? Да. Понимаете? То есть это не имеет никакого отношения... Причем есть подозрение, что ты видел, что это не одно карто. Слушай, и ни у кого нет поперек, у всех вдоль. Что, правда? А я вот ищу, слушай. Я, типа... Ты это ищешь? Да их-то тоже. Послушай, даже в турникетах в метро щелочка, куда пятаки опускали, тоже была вдоль. Ты это помнишь? А почему они так делали? Да вот! Это конечно! Чтобы никто не искал. Это все... Боже мой! То есть мир говорит тебе, не ищи поперек, все вдоль, а ты все равно ищешь. Зачем ты это делаешь? Ну я еще искал накрест. Ну ладно. Да. Ты делаешь это только за тем, чтобы не пребывать в состоянии без доказательности собственного бытия. Все, ребят. Но господин Орлов угнетен твоим этим вот как бы... Тезисом. Это страшно. Это страшно. Пришел и исчерпал. И не сказал... Это страшно. И не стал сказать вообще ничего. Нет, нет. Это страшно на самом деле. Если вдуматься в это, это страшно. Бойтесь, люди. И что? Получается, что вот такая безысходность даже какого-то итога подводить не получится. Искусство. Если у искусства есть цель. Оно существует для того, чтобы избавить тебя от необходимости подглядывать в трусы. Ну да. Лучше подгляд на экран. Не надо подглядывать. Вот тебе совершенно легальный зал. Называется «Картинная галерея». Вот иди сюда. Иван Грозный убивает своего сына. Кстати, вот тут тоже может быть два аспекта. Таким образом можно поделить подглядывающих. Одни хотят подглядывать предположительно каким-то артхаусом и мнить себя якобы умными. А другие пойдут посмотреть попсу или там какой-нибудь там сабылочий фильм, камни-клап. Это ты говоришь о том, что есть люди... Это не подглядывание. Это легальный просмотр. Нет, нет. Он говорит о том, что есть люди, которых легальный просмотр оскорбляет. Они говорят, не надо мне подсовывать жвачку. Я сам решил, подглядывать мне или не подглядывать мне. И вот для них существует артхаус. Для них существует, когда им показывают картину Монна Лиза, но заставляют смотреть на нее сквозь дырку. А есть еще одна шикарная вещь. Театральное изобретение сдавается в Вербатинг. Это так называемый документальный театр. То есть, когда драматург, он не сочиняет, он ходит, собирает, подслушивает, подглядывает какие-то истории, зачастую записывает их официально, но подглядывает все равно. А потом переносит абсолютно документальную вещь на площадку театра. Совершенно верно. То есть, общество, чтобы успокоить своих членов, а успокоить членов общества, это задача любого продвинутого социума, оно готово им подсунуть любое, сколь угодно, тонкое развлечение, требующее любого, сколь угодно, длительного напряжения мозга, только для того, чтобы член общества успокоился и извлек в очередной раз доказательства того, что он таки существует. А как тогда нам быть, что, предположим, наше общество в последнее время подсовывает в основном нам толстое развлечение в виде комедий-клабов, там Питера Осяна и так далее. Чем грубее и примитивнее становятся средства, которые общество предлагает своим членам для извлечения из окружающего мира доказательств реальности их бытия, чем грубее и примитивнее становятся эти средства, тем ближе общество к фашизму. Тем ближе оно к кровопролитию, к социальному взрыву, к войне, к бешенству, к нацизму, к сеноподу. Вот когда... Что такое пошлость? Не знаю. Вот. Вот. Пошлость это такое состояние общества, когда средства, которые оно предлагает своим членам для доказательства реальности их бытия, становятся грубыми и примитивными. Вот что такое пошлость. Папса это пошлость, потому что общество предлагает членам своим для доказательства реальности их существования любоваться голой жопой. Просто голой жопой. Тынь-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Я тебя, ты меня, филинкин Задза. Филин Кинь-Дза. Вот он показывает общество, которое предлагает своим членам для доказательства реальности их бытия, ну, чудовищно примитивное средство. И вот на самом деле фильм Кинзадза, да, фильм Кинзадза он недоснят, там в конце должен быть социальный взрыв, совершенно страшный. Так вот, и наоборот, и наоборот, чем более тонкие, изысканные, калиброванные, да, то есть разные средства предлагают обществу своим членам для доказательства реальности их бытия, тем оно более организовано, тем оно совершеннее, тем оно демократичнее, тем оно, скажем так, ну, более гуманно. Слушал я вас долго и внимательно. И решил, ну и дураки же вы все. Чем лечить будешь? Я хочу заметить следующее. Может быть, может быть, все так оно и есть, где-то очень глубоко. В основе основ именно человеку требуются доказательства его бытия, и это страшно важно. Я не могу похвастаться столь глубоким копанием. Мне кажется, что в основе всевозможных подглядываний лежит попытка убедиться в собственной нормальности. То есть сравнивать себя. На фоне того, что ты видишь. Что такое нормальность? Ну, нет, ну ты понимаешь, ты говоришь то же самое, что я, только... Может быть. Да. Может быть, да. Пожалуй, это касается вообще всех видов подглядываний. В том числе и просмотров. Есть подглядывание, есть просмотр. Да, это разные вещи. Человеку нужна попытка, нужна убежденность в том, что с ним все в порядке. Что он есть, Саша. Вот здесь я не... Ну, может быть, я не буду спорить. Что такое все в порядке? Ну, как сказать это одним словом? Я существую. Нет, подожди, существовать можно по-разному. Человек может знать, что он существует, но с ним не в порядке. Он ненормален, что-то не то. Но он знает при этом, что он существует. Нет. Я говорю о конкретном состоянии. Человеку нужен фон, чтобы на этом фоне выглядеть так, как ему хотелось бы выглядеть. Люди, в подавляющем большинстве, считают себя, в общем, нормальными, кроме больных людей. И им нужны иногда какие-то фоны, чтобы убедиться еще раз в этом, что я нормален. А вот тот, за который я подглядываю, вот там проблема. Ну, тестеры своеобразные. Как мусловые бумажки. Я это вот вижу так. Я, конечно, понимаю, что ощущение реальности своего бытия обостряется, когда ты доказываешь самому себе, что твой сосед не существует. Ну, то есть ты называешь это существованием и несуществованием. То есть ты делаешь сейчас, что ты популяризируешь то, что я сказал. Ты объясняешь. Ну, можно сказать. Вот. Мы говорим с тобой об одном и том же, просто ты более добр. Самое интересное, мы, получается, второй или всего лишь третий раз за наш разговор пришли, кажется, к общему знаменателю, но только, может быть, на разных языках, да? Да, 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 совершенно верно. Саша, то, что я сказал, Саша пытается очеловечить, объяснить людям. Я понимаю, что я был сложным. Но я еще раз просто хочу повторить, да, что после Декарта, когита эрго сум, я мыслю, следовательно, я существую, да. То есть самый простой, в кавычках, процесс, процесс мышления, Декарт обозначает как необходимое доказательство своего существования. Ну, это моя привычка. Да. Что уж говорить о более сложных актах. Господи, Боже, что ты мой. И вот на это мы поставим некое многоточие. Да. И, собственно говоря, пожелаем вам хорошего лета. Существуйте, друзья мои. Да, существуйте. И, ну, чтобы такой жарки не было все-таки, была нормальная погода, чтобы вам было хорошо, чтобы вам было не жарко, не холодно, а приятно. А я принимаю мир во всех его проявлениях. Да, у природы нет плохой погоды. Да, даже когда зеленый чай вонючий. Да, а хефиц тоже. А хефиц тоже, да. В общем, чтобы вам было. Да, пусть вам будет и дастся нам. Будьте. Ибо для кого же мы? Будьте. 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 Будьте.